Автофорум. Свободный микрофон. Слушайте. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Николай. Ваш вопрос, и будьте лаконичны, пожалуйста. Андрей несколько раз упомянул в своих ручках слово «нишевый автомобиль» применительно к внедорожникам. Не мог бы он перечислить, что сейчас осталось действительно из настоящих честных внедорожников? Спасибо. Я думаю, что мы прежде всего должны говорить о Land Rover Defender, о Мерседесе Г-класса и об Оазе. Другое дело, что все эти машины уже действительно находятся на грани вымирания, потому что та же цена, заглобочная цена Мерседеса Г-класса, она определяется тем, что машину необходимо каждый раз подгонять под новые требования безопасности, новые требования безопасности к пешеходам и экологию. То есть, понимаете, бесконечно делать это невозможно. То же самое происходит и с Defender. А Defender уже, как-никак, 70 лет, там скоро будет, ну, 60, да. А Мерседесу Г-класса тоже конструкция начала 70-х годов, тоже 40 лет. УАЗ остается пока вне этой истории, потому что никто его не продает пока на международном рынке. Вот, поэтому там можно как-то немножко не думать о пешеходах и тех, кто сидит внутри. Андрей, а газовские тигры-то не учитываешь? Газовские тигры не учитываю, потому что это настолько уникальная продукция, что просто о ней говорить даже бессмысленно. Для арабских шейхов. Ну, тогда можно еще кучу других автомобилей привести в пример, да. Я даже не хочу трогать эту историю. Вот реальность такова, да. В реальности вот из того, что действительно на рынке распространено, что можно покупать, это вот это вот. Все остальное уже, к сожалению, уходит уже в область... С другой стороны, когда-то мы воспринимали, да, там, мобильный телефон как нечто такое необычное, в сравнении с таксофоном, да. Вот, ну, все-все прогрессирует. Поэтому, да, мосты уходят, уступают мест независимой подвески. На независимой подвеске мы доехали до Тикси и вернулись обратно год назад и доказали, что на абсолютно стандартной машине с независимой подвеской, даже пневмоподвеской, можно ездить в совершенно экстремальных условиях по зимнику и по льду северного ледового океана. Ничего там страшного нет. Поэтому не надо циклиться на мостах тоже. Андрей, лучше вы к нам. Хорошо. Вопрос с сайта про деньги. Ну, в общем, автомобили и деньги, это две вещи, они вот, они все рядышком. И женщины еще. И женщины, да. Билет на автосалон стоит в два раза дороже, чем два года назад. С чем связано, по вашему мнению, никто увеличивает цены. Ну, а мы-то при чем? Нет, я понимаю, я хочу вас спросить, я знаю, что вы были на автосалонах, сколько стоит билет на Женеве, в Париже, в Токио, в Китае. Да, я могу сказать, что средняя цена это 20 евро. То есть 800 рублей. В Детройте 12 или 15? 15 долларов, да. Вот, но надо понимать, что человек получает за эти деньги, да, какой объем информации, какой объем впечатлений он получает. Вы считаете, что в Москве этих впечатлений и информации меньше? Вот, элементарно, меньше автомобилей. То есть человек приходит зачем на автосалон? Вот на московский автосалон, на самом деле, кому уж приходить, там, вот честно скажу, специалистам и журналистам на московском автосалоне делать особо нечего. Особенно журналистам, которые работают в автомобильной тематике, да. А вот покупателям как раз есть там что, потому что это единственное место, где можно пройтись и посмотреть сразу все машины, продающиеся на российском рынке, а не ездить по дилерским салонам и тратить на это там 2-3 дня, да. То, кто выбирает реально автомобиль. Так вот, давайте представим себе, сколько человек может в Париже выбрать, какой выбор у него в Париже, да, и какой выбор у него в Москве. Элементарно, разной выставочной площади. Московский автосалон можно обойти за, там, несколько часов. Парижский автосалон, там, 12 залов, невозможно обойти за 2 дня. Ну, Андрей, покупательская способность населения тоже разная. Нет, мы говорим сейчас о том, сколько человек получает за свои деньги, отдавая их за билет. Мы об этом говорим, да? Знаешь, вот у меня создалось ощущение, что в Россию, вот говорят, в Женеву везут мечту, да, там концептов в основном, это рай концептов. В Женеву давно уже такая же ярмарка, просто она более дорогая и более... А в России все-таки везут то, что хотят здесь продать. Да везде, везде все везут, туда хотят продать. Даже на аукционной живописи его возят в Ангога для того, чтобы его там продать, для того, чтобы у него полюбовались. Ну, кстати говоря, вот последняя, последняя, сегодняшняя новость, что вот тот самый, та самая мировая суперпремьера, тот самый Порш, он уже, он уже продан. Да, единственная... И тот самый Maybach за 25 миллионов тоже уже ушел. Да, единственная, как бы полноценная мировая премьера Порше GT2, единственная машина из 500 квота на Россию, всего будет 500, это ограниченная серия, единственная машина квота на Россию, но у нее уже есть 4 потенциальных покупателя. Но продать ее пока нельзя, потому что она не сертифицирована еще. Но и Bentley продан тоже за 23 миллиона, который, по-моему... Ой, 12. Я вам скажу другое. Учитывая число бронированных автомобилей, которые показываются на российском салоне, бронированный Jaguar, кстати говоря, еще одна мировая премьера. Это что, Жаня Снега? Бронированный XJ, представительский XJ, причем машина с правым рулем. Это единственная машина в мире, это выставочный образец, по образу и подобию которого можно заказывать себе машины. Бронированный Jaguar, бронированная 7-ка BMW, российская премьера, правда. Бронированный X5, российская премьера. Бронированный Cadillac Escalade, сделанный в Питере, кстати говоря. Но официально продающий через дилерскую сеть GM. Сколько броневиков уже, да, на небольшой автосалон? Ну вот, все для потребителя. Деловая жизнь в стране после кризиса начинает уживать. Налаживаться. Налаживаться. Браво. И вы думаете, что будут, да, все-таки покупатели? Ну, конечно, будут. Ну, конечно. Что тут думать? Мне сегодня звонили с какой-то радиостанцией. Прокомментируйте, почему все Bentley разошлись и еще просят. Что тут комментировать? Богатых людей много в России. У нас есть вопрос с мобильного портала? Давайте послушаем. Меня зовут Андрей, и я из Москвы. Подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете тот факт, что на автосалоне практически нет премьер среднего класса, зато премьер премиум класса очень много? Видимо, производители ориентируются на богатых людей в России, но никак не на обычных автомобилистов. Что вы думаете по этому поводу? То, что вы и говорили, да? Андрей, я хотел тебя спросить. Вот этот Fiat Marais, который стоит. Marea. Marea, да. Его нет пока на улицах. Он только начал производиться. Естественно, он был на международных автосалонах. Но разве не интересно российскому покупателю увидеть то, что начало продаваться и делаться в набережных Челнах, этот Fiat, да? Что имеет 1,4 литра двигатель, 120 лошадиных сил, потому что он турбированный, и будет, и, кстати, цена очень у него приличная. Интересно? Абсолютно. Прав, Юр. Прав абсолютно. Просто люди, попавшие на салон, либо... Человек еще, наверное, не был на салоне просто, да? Когда он попадет, ну, видишь, достаточно много именно российских новинок, там, модифицированных, модификаций. Да, один шанс, чего стоит. Именно бюджетных машин. Запорожский шанс. Опять же, да, вот мы жертвы вот этой прессы желтой, которая снимает те же Bentley, те же, там, да, эти бронированные Jaguar за 19,5 миллионов рублей, но почему-то не рассказывают людям, да, а в автомобиле шанс с автоматической коробкой передать. Запорожься, взяли, Ланос. Да, потому что он не так блестит, да. Поставили? Таблоида, да, нужно там, действительно, Bentley какой-нибудь там, Porsche GT2 поместить. Именно поэтому мало информации вот такой о салоне, к сожалению, вот. Но я думаю, что все равно стоит идти, чтобы, если вам не жалко 900 рублей, это 700 там, да, чтобы реально оценить рынок и в премиум сегменте, и в сегменте доступных автомобилей. Да и тот же Volkswagen Polo Sedan, чего стоит уже, повторимся, да. Тут как-то так, вы к нему, прониклись в симпатии, я вижу. Потому что это действительно, наконец-то машина дешевая, сделана с уважением к человеку. Это очень много, значит, да. Обращаюсь, простите, я обращусь к сайту, Людмила пишет нам. Побывала она в Состолоне сегодня, была удивлена большим количеством представленных концепт-каров. Все безумно интересно. Я бы хотел услышать прогнозы относительно ближайшего развития автомобильстроения. Если можно, у нас остается немного времени. Ну, в минутку, прошу вас уложиться. Но концепт-каров мало, там их и двух десятков нет, по-моему. Ну, их нет десятка даже, а все концепт-кары, которые есть, они были выставлены уже, это годовалые, полуторагодовалые машины. Полугодовалые, полугодовалые, да, естественные, которые абсолютно не имеют никакого отношения к российскому рынку. Потому что, ну, естественно, то, что большинство современных концептов завязаны на две вещи, да, они завязаны, вернее, на одну главную вещь, на экологию. Это та ценность, которая в России как бы абсолютно пока не продвинута, она абсолютно находится по ту сторону. Да, посмотри, все концепты на электротяге, по сути дела. Это электричество. Или гибриды. Это экологически чистые материалы. Вот мы говорим, да, там, о том, что это стопроцентная переработка, да, а вот и тут же нам рассказывают про шкуры коров, которые специально выручены, чтобы не биться об колючую проволоку. Но это ведь сумасшествие или нет? Вот с этими шкурами коров. На самом деле, я думаю, что сумасшествие и то, и другое, да, потому что экология тоже превратилась в хороший бизнес. Даже как и безопасность превратилась в хороший бизнес. И здесь надо понимать, где-то ограницы, когда здравый смысл действительно диктует делать экологически чистый автомобиль, а где начинается уже спекуляция. Любой электромобиль нужно зарядить. Для того, чтобы его зарядить, нужно сжечь определенное количество топлива. Либо построить атомную станцию, а потом еще утилизировать аккумуляторы, а это абсолютно экологически небезвредная история. Загрязнение окружающей среды. Я хочу напомнить нашим слушателям, что эта программа «Автофорум» на авторадио, да, увы-увы, приходится закругляться. Встретимся через месяц. «Автофорум» на авторадио.